Здравствуйте! В эфире национального телевидения программа «По существу». Буквально вчера ведущие в федеральные СМИ запестрели заголовками. Алла Пугачёва и Максим Галкин не знают, куда деть материнский капитал. Для них и для тех, у кого ещё остались вопросы насчёт этой меры государственной поддержки, мы пригласили в студию представителя городского управления Пенсионного фонда России Надежду Беленко. Надежда Едисоновна, здравствуйте! Действительно, вокруг материнского капитала кипят такие недетские страсти, да, до сих пор непонятно. До какого года будут выдавать материнский капитал? Продлят, не продлят? Вот какие новости здесь? Согласно действующему законодательству, право на материнский семейный капитал возникает в семьях, где вторые и последующие дети были рождены с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. Таким образом, в законе обозначены только период рождения и усыновления детей. Материнский капитал и государственный сертификат, подтверждающий право, можно получить в любое время. Например, если второй и последующий ребенок родился в декабре 2016 года, то получить сертификат мама может и в 2017 году, и в 2018, и позднее. То есть программа сворачиваться пока не будет, да, не планируется? Нет, не планируется. Могу привести еще один пример. Например, если семья уже в настоящее время владеет сертификатом, то необходимости использования этих средств у нее в настоящее время нет. А в 2020 году такая необходимость появляется. Например, направить средства на обучение ребенка. То эта семья может обратиться с заявлением в пенсионный фонд, и средства мы направим на обучение этого ребенка. И вот по поводу индексации, да, все-таки индексироваться, то есть увеличиваться сумма, она как-то будет? В какое ближайшее время это будет индексация? На сколько процентов может быть? Законно предусмотрено, что средства материнского капитала индексируются ежегодно. В 2007 году размер материнского капитала составлял 250 тысяч рублей, в настоящее время почти 409 тысяч. С 1 января 2014 года ожидаем, что сумма материнского капитала будет порядка 429 тысяч рублей. И теперь вот на что потратить, да, тоже буквально недавно я читала информацию, ведущие информационные агентства, к примеру, Тартас, распространили информацию, что могут разрешить тратить, например, на лечение детей, на покупку дач или даже, например, на ремонт жилья. Вот это вот действительно правда или пока нет? В настоящее время средства материнского капитала мы можем направить по трём направлениям. Это на улучшение жилищных условий, на образование детей и в накопительную часть пенсии матери. Других направлений пока законом не предусмотрено. Тогда вот на что чаще всего сейчас тратят семьи? То есть какая-то статистика, наверное, да? Самые востребованные правления – это улучшение жилищных условий. У нас 50% семей, владеющих сертификатами, направили средства на улучшение жилищных условий. Значит, управлением направлено 2,8 миллиарда рублей на эти цели. А вот насчёт, например, на образование детей, вот это вот спросу пользуется? Да. Значит, 200 семей направили средства на обучение детей. На эти цели направлено 2,5 миллиона рублей. Есть ещё такое направление, как содержание ребёнка в детском саду. 40 семей активно этим пользуются. 328 тысяч за счёт средств материнского капитала мы оплатили на содержание маленьких детишек. Здесь хочу уточнить, что по этим направлениям можно воспользоваться только при достижении ребёнка трёхлетнего возраста. Надежда Дисоновна, ещё раз попрошу, чтобы было зрителям максимально понятно, при каких обстоятельствах человек имеет право получить материнский капитал, когда он может его пустить в расход и на какие средства? Средства материнского капитала можно направить по трём направлениям – на улучшение жилищных условий, на образование детей в накопительную часть пенсии матери. Хочу обратить внимание, что этими средствами можно воспользоваться по достижению трёхлетнего возраста ребёнка, в связи с которым получен материнский капитал. Исключение составляет погашение жилищных кредитов. Здесь средства можно использовать, не дожидаясь достижения ребёнка трёхлетнего возраста. Ну что ж, спасибо большое. Но я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был представитель городского управления Пенсионного фонда России Надежда Беленко. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова